Удар по бюджету не сильный, а по занятости приличный. С бюджетом все нормально, мы получаем акцизы от продажи в бюджет Хабаровского края ликероводочной продукции. Белуга Групп вместо Хабаровского ликероводочного завода у нас разместит здесь хаб оптовый и будет продавать и платить соответственно в бюджет средства. А вот по занятости у нас на заводе трудилось 140 человек. Я с этим вопросом разбирался в ручном режиме. Мы часть будем трудоустраивать на Балтику. Там есть востребованность серьезная в специалистах, которые высвобождаются. Часть будет устроена как раз таки на предприятии Белуга Групп, которые будут продавать. Ликероводочные изделия. Поэтому все будут трудоустроены. Все решения по этому вопросу приняты. А если смотреть идеологически, то конечно больно. Но это решение собственника. И к сожалению, при я не знаю кто там тогда был руководителем прежней власти, мы лишились пакета акций этого предприятия. Когда-то оно было частично в собственности государства. Ну что сделаешь. Рычаги, к сожалению, воздействия на предпринимателей, если производство неэффективное, экономически у нас отсутствует. Люди будут трудоустроены. Бюджет ничего не потеряет. Ну а площадка будет развиваться. Белуга Групп планирует там, судя по тому, что мы от них услышали, разместить музей русской водки, может быть какие-то другие объекты культурные. Поэтому вот такой план. Продолжение следует...